Вместо пустыря детская площадка. Сегодня Анатолий Пахомов с инспекцией отправился в завокзальный район. Больше пассажиров, больше и автобусов. В Сочи с 1 июня запустят три сезонных маршрута. Пограничники сегодня отмечают профессиональный праздник, а в Сочи к этой дате подготовили выставку оружия. Тренеры довольны, а вот спортсмены хотят улучшить результат. В Сочи проходит Кубок России по легкой атлетике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С момента подписания президентом России майского указа прошло чуть больше года. Именно с этого документа и началась работа над национальными проектами. Их 12, и они затрагивают самые важные сферы жизни. От вопросов демографии и образования до экологии и качества дорог. Для достижения поставленных целей к 2024 году на местах реализуют региональные проекты. На Кубани их 43. Сегодняшнее совещание – это проверка, где результат уже есть, а где стоит ускориться. Национальные проекты, они сегодня не просто подкреплены деньгами, они имеют очень серьезное финансирование. Серьезное финансирование и на федеральном уровне, и на краевом, и на муниципальном. Вот только на этот год практически, на этот год, еще раз подчеркиваю, без малого 25 миллиардов рублей предусмотрено наследство. 25 миллиардов. И мы, коллеги, должны их не потратить. Мы должны их освоить. Задача не сделать так, чтобы все у нас на счетах нули и остались, и мы считаем, что задачи выполнены. Не освоить с качественными, видными для людей результатами. Деньги действительно огромные, но и цели масштабные. Например, увеличить в два раза количество человек, вовлеченных в малый бизнес. Для этого, конечно, необходимо создавать комфортные условия для предпринимательства. Только в этом году на реализацию региональных проектов развития малого и среднего бизнеса направят свыше 860 миллионов рублей. И это не только финансовая поддержка, но и, например, помощь мелким предприятиям с выходом на зарубежные рынки. У нас показатель стоит 90 предприятий вывести на международные рынки, на зарубежные рынки. Пока мы вывели 9. В соответствии с указом президента, у нас нашему краю до 2025 года поставлены цифры. Должно быть субъектов малого и среднего бизнеса 1 миллион 60 тысяч человек. По состоянию на 1 мая сегодня это 750 тысяч человек. Уже в июле в этом году в Краснодаре начнет работу региональный центр «Мой бизнес», который будет оказывать комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе финансовых услуг, консультационной и образовательной поддержки. Но чтобы выполнить поставленные задачи, необходимо эффективно использовать финансирование. Не заниматься отчетами, а быть нацеленными на конкретный результат, обращается губернатор к кубанским чиновникам. Времени на раскачку уже нет. За прошедшие 4 месяца освоено всего 10% средств. Если это вписывается в допустимые нормы отклонения от нашей дорожной карты, значит верным курсом идем. А если не вписывается, то давайте посмотрим, почему не вписывается. И объективные ли причины здесь виноваты, либо субъективные причины. Коллеги МСП для нас это очень мощное подспорье сделать по-настоящему настоящий рывок в экономике. Для всех регионов, в том числе и для наших. Это проекты, которые позволяют сегодня регионам скакануть во многих отраслях и экономике, и жизнедеятельности. Мы просто должны воспользоваться сегодня этими национальными проектами. Воспользоваться. Половина всех региональных проектов реализуется в социальных направлениях. Это демография, образование, здравоохранение и культура. Например, на вопросы, связанные с демографией, в текущем году выделяют 7,5 миллиардов рублей. Деньги в том числе пойдут на строительство детских садов. Наиболее острая эта проблема стоит в краевой столице. Жить сюда активно переезжают люди со всей России, что сказывается на нехватке мест в дошкольных учреждениях. Вениамин Кондратьев попросил мэра Краснодара внимательно отнестись к этому вопросу. Не просто должно быть понимание, мы просто должны взять и сделать. Потому что сегодня возможности бюджета краевого нам это позволяют сделать. Но нам нужна активность и краснодарской власти, городской для того, чтобы мы могли это реализовать. То есть без проектов и привязки к конкретным участкам, конечно, мы ничего не сделаем. А тему расшивать нужно и с детскими садами, и со школами. Поэтому нужны конкретные предложения и будет конкретное финансирование. Весь блок вопросов, который на сегодняшний день у нас имеется, ну то есть те заявки, которые подавали, они уже в работе у нас все находятся. Мы сейчас готовим дополнительный перечень объектов, которые запроектированы и которые хотим непосредственно разместить к получению финансирования нового блока. Демография – это еще и увеличение продолжительности жизни, что невозможно без развития системы здравоохранения. Особое внимание здесь уделяется первичной медицинской помощи, ведь чем раньше выявить заболевание, тем легче с ним бороться. В рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи заключено три соглашения на строительство ВОПов с Василковским, Кореновским, Лобинским районом. Также определены 83 медорганизации, на которых отрабатывается новая модель оказания первичной медико-санитарной помощи. Уже работают в Краснодарском крае семь центров амбулаторной и онкологической помощи. Мы их открыли с начала года. Для успеха нацпроектов важен системный подход. Глава региона требует не отклоняться от намеченного плана. Контракты по проектам, которые будут реализовать в этом году, должны быть заключены летом и никак не позже. 1 июля, коллеги, сдвинута быть не может. Еще раз подчеркиваю для всех. И коллеги, кто в Краснодаре, находятся в муниципальных студиях. До 1 июля все контракты, связанные с реализацией нацпроектов, должны быть заключены. Все. Если не заключены, я еще раз подчеркиваю, есть конкретные лица, которые отвечают за эти направления. Значит, коллеги, не обижайтесь. Но дальше с этими лицами нам в реализации нацпроектов делать нечего. Нечего, если они даже не могут обеспечить заключение контракта. А как же они будут реализовывать эти контракты, контролировать, достигать результатов? Как? Никак. Здесь не должно быть обид. Важно понять, что нацпроекты не могут быть обезличенными. За каждым направлением закрепят конкретного специалиста. Причем ранг ответственных лиц не важен. Будь то заместитель губернатора или чиновник из муниципальной администрации. При наличии финансирования человеческий фактор становится важным элементом выполнения национальных проектов. Деньги есть, а дальше и дальше люди. Вот люди выходят на первый план. А мы с вами тоже люди. Ошиблись, но это наша зона ответственности. Еще раз подчеркиваю, при наличии денег, финансирование, оно мощное финансирование нацпроекта. Вина только в людях. В людях, только в нас. Как бы вы ни крутились, вы смотрите сами на себя в зеркало и поймете, кто ответственный за реализацию нацпроекта. Все. Если мы что-то недосмотрели, недочувствовали, то мы имеем результат, негатив, безусловно. Поэтому здесь надо просто быть мобилизованными. И самих себя мобилизовать, и свои команды, своих подчиненных максимально мобилизовать на достижение результата. Результата. Вот что сегодня нужно. По итогам заседания Вениамин Кондратьев поручил устранить любые проблемы, которые мешают воплощению нацпроектов в жизнь. Подобные контролирующие совещания теперь будут проходить каждый месяц. Александр Иванченко, Денис Перец, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. Герой труда России, выдающемуся адыгскому поэту и писателю Исхаку Машбашу, сегодня исполнилось 89 лет. Поздравить его лично в Майкоп приехал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что в своем творчестве Машбаш всегда говорил о братских отношениях между Кубанью и Адыгеей и никогда не разделял соседние народы. Я приехал от имени сегодня уже шестимиллионной Кубань сказать слова благодарности в целом адыгскому народу в лице его яркого, талантливейшего, всемирно известного представителя вашего лица. И именно выразить дань уважения за то, что мы сегодня живем. Живем в братстве. Без народов не может быть великой страны. А без великой страны не может быть народов. Вот это мы и есть Россия. Ваше стихотворение «Мосты» глубинной мудрости, на самом деле, народной мудрости, которую вы передали в своем этом стихотворении. Мы обязаны и сохранить мосты, и строить новые. Без мостов, без диалога, без взаимопонимания, а это есть мосты международными, мы ничего не сможем. А не дай бог нам разрушить мосты, вообще недопустимо. Все. Как в жизни, если не будет мостов, не перейдешь с одного берега реки на другой, как и обратно. Пока заново мост не восстановишь. Безусловно, Генин Иванович, мы благодарны уровню взаимодействия сегодня и Краснодарского права и Республики Адыгей на очень высочайном уровне. Для всех это понятно, для всех жителей вы однозначно правы, когда говорите, что качество жизни зависит от нашего взаимодействия, от нашей работы. И у нас другой дороги нет, должны в этом направлении двигаться. Вот когда мне вручал Валерий Владимирович эту награду, я сказал, что эта награда принадлежит не только мне одному, а принадлежит всей русской, российской и, конечно, моей адыго-черкесской литературе. За свой вклад в развитие культуры писателю достоился звания Герой труда России Исхак Машбаш, родился на Кубани в ауле Урубском Успенского района. Адыгей и Краснодарский край одинаково близки, ему рассказал поэт на встрече с главами двух соседних регионов. Для меня не существует край или республика, но эта граница для меня, единственная большая граница – это великая наша река Кубань. Адыга называют Пшис. Вы знаете как, я иногда задумываюсь, огромная река течет из-под Эльбруса, объединяя всех народов, проживающих справа и слева, разной национальности. Но эта река никогда не спрашивает, наверное, я уже говорил, не спрашиваю, кто ты, какой национальности ты. Он отдает, значит, глоток своей воды и дальше течет. Вы пишите душой, вы чувствуете то, что является сутью, стержнем жизни на одной большой земле – Кубани и Адыгеи. И чувствуете, что нет ничего страшнее брата-убийственной войны, ничего дороже мира двух братских народов. Разное было в истории наших народов, разное. Но сегодня мы должны это все перелеснуть и понимать, что мы живем в сытой Кубани и в сытой Адыгеи. Что сегодня есть мир, есть согласие, есть взаимопонимание, есть сотрудничество на всех уровнях. И поэтому, конечно, это тот задел, который нужно приумножать, развивать. Поэтому вот что сегодня мы и делаем. Вот это главное. А трагические истории, я еще раз подчеркиваю. Давайте вместе соберемся, вместе, и жители Кубани, и жители Адыгеи, и отдадим дань. Даже трагическому прошлому, но все вместе. Но не будем на этом спекулировать. Ни в коем случае. А продолжим жизнь дальше. Во имя будущих, последующих поколений. Машбаш – автор более 60 книг. Как признался писатель, у него до сих пор хранятся рукописи всех романов. Исхак Шумафович также переводил на адыгский язык классические произведения русской литературы. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. И к городским новостям. Вместо пустыря – детская площадка. Сегодня Анатолий Пахомов с очередной инспекцией отправился в завокзальный район. В последний раз мэр Сочи проверял санитарное состояние микрорайона месяц назад. Тогда глава остался недоволен благоустройством этой части города. Жители захламили свои дворы мусором и бытовыми отходами. Сегодня картина уже иная. Мусор и хлам вывезли во время последнего субботника. Это должна быть система. Каждый день микрорайон должен быть чистый. У нас огромное количество гостей. Эти гости приехали в красивый, чистый, ухоженный город. И если наши жители мечтают о том, чтобы у них финансовое положение было хорошее, а оно может только хорошее быть за счет туриста, то должны понимать, что надо чистоту и порядок поддерживать. Почистили во время субботника и вот эту площадку. Сейчас она принадлежит Росавтодору, но за территорией никто не ухаживает. Глава города поставил задачу переоформить землю в муниципальную собственность и построить здесь детскую площадку. Также Пахомов дал поручение отремонтировать вот этот разбитый участок дороги на улице Тоннельная. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. На время курортного сезона в Сочи с 1 июня пустят три сезонных маршрута автобусов. Из-за увеличения пассажиров с первого дня лета начнут курсировать городские автобусы номер 67, микрорайон Лазаревская остановка Кольцевая, номер 78, Катковащель-Аше и номер 123, ЖД вокзал Мацеста, село Семеновка. Кроме того, на это же время маршрут номер 87 продлят до остановки мост на улице Джапаридзе. В Кавказском заповеднике проведут тренинг для сочинских экскурсоводов. С 29 по 31 мая специалисты отделов туризма и экологического просвещения и представители МЧС расскажут об истории заповедника, достопримечательностях, а также правилах посещения экологических маршрутов. По итогам трехдневного тренинга участникам предстоит пройти тестирование. Экскурсоводы, успешно сдавшие экзамен, получат сезонный пропуск на действующие маршруты Кавказского заповедника. Это первый тренинг в нынешнем году. Заявки на участие подали 50 человек. Сочинцы теперь могут пройти диспансеризацию вечером или в субботу. Работу кабинета в профилактике в городских поликлиниках Краево-Минздрав пересмотрел с учетом новых федеральных правил. Теперь пройти первый этап диспансеризации можно вечером и даже в субботу среди нового введения и чистота профосмотров. Теперь люди старше 40 лет будут проходить диспансеризацию ежегодно, а в 45 лет каждому будет проводиться гастроскопия. Программы диагностики различаются в зависимости от возраста и пола и включают два этапа. В ходе первого скринингового выявляются пациенты группы риска. Второй этап предусматривает более глубокое обследование для дальнейшего лечения. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства с 18 до 39 лет раз в три года, далее ежегодно. На улице уже жарко и мы все чаще думаем, а не купить ли мороженое. На что стоит обращать внимание, подсказали эксперты Роскачества. Специалисты ведомства разработали рекомендации по выбору мороженого. К примеру, если продукт покрыт кристалликами льда, значит он проходил повторную заморозку, что в случае с мороженым недопустимо. Но еще до покупки стоит обратить внимание на этикетку. По ГОСТу в основу мороженого закладывают молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Молока в таких изделиях должно быть более 40%, а наличие пальмового масла говорит о том, что продукт молокосодержащий, он должен стоить дешевле. Специалисты утверждают, что выбрать мороженое без стабилизаторов не получится, потому что они помогают держать форму. В памятке, которая размещена на сайте Роскачества, указаны безопасные для здоровья стабилизаторы и загустители. К примеру, альгинат натрия, каррагинат и пектин. Если покупателя все равно настораживает наличие Е-добавок, то можно отдать предпочтение натуральным компонентам, таким как агар-агар или желатин. Жарко сегодня было и на Южном Малу. Тем не менее, туда пришли все, кто хотел поздравить стражей государственной границы. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают пограничники. Пограничники отмечают сразу два праздника. 101-й год пограничной службы ФСБ России и 85 лет образования службы в городе Сочи. Внешняя граница Краснодарского края – это почти тысяча километров, при этом около 900 – это морские рубежи. В парадном строю малые катера, несмотря на свои небольшие размеры, это грозное оружие под названием «Боец» и «Дельфин». Катера малозаметны, быстроходные и маневренные. Отличные помощники в охране госграницы, как и автомобили, среди которых мобильный комплекс контроля «Патриот Акапи». Это только в день пограничника на выставке дети могут попасть в такую машину. На самом деле «Патриот Акапи» создан исключительно для работы пограничной службы. Дети с удовольствием рассматривают автомобиль, а он распознает движущийся объект на расстоянии до 15 километров. Здесь в составе идет тепловизор, видеокамера и радиолокационная система, которая для надводной обстановки и сухопутной. Поздравить пограничников всегда приходит много людей на площади. Развернулась выставка образцов оружия и технических средств охраны границы. Пограничники исторически выполняли и выполняют задачи в тесном взаимодействии со всеми жителями при граничьях. Охрана государственной границы России немыслима без поддержки взаимодействующих органов, органов государственной власти, местного самоуправления и сознательной общественности. Так что выражение «границу охраняет весь народ» актуально и по сей день. От имени всех сочинцев поздравляю весь личный состав и ветеранов пограничной службы в городе Сочи с профессиональным праздником Днем Пограничника. Благодаря вашему профессионализму, самоотверженному труду в нелегких условиях создан надежный заслон проникновению в нашу страну террористов, боевиков и других преступных элементов. Пограничная служба – это первый барьер на пути контрабанды оружия и наркотиков. Если сравнивать длину границ государства, у России она самая протяженная – более 60 тысяч километров. Наша страна граничит с 18 государствами. С начала года сотрудниками пограничного управления было пропущено через границу более 2 миллионов человек и 1 миллион 300 транспортных средств. К административной ответственности привлечено около 900 нарушителей госграницы, а еще задержано 65 преступников, находящихся в федеральном и международном розыске. Гелина Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». На Атлерском стадионе «Юность» определяют лучших метателей России. Сегодня в Сочи стартовал Кубок страны по легкой атлетике. Участие в нем принимают ведущие легкоатлеты, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Промежуточные итоги первого дня соревнований назовет наш корреспондент Инга Габешия. Основные соревнования среди представителей королевы спорта, так называют легкую атлетику, проходят на центральном стадионе. Там легкоатлеты состязаются в беге на различные дистанции, а также прыжках в высоту и длину с шестом. В Адлере на стадионе «Юность» метают диск и молот. В Сочи съехались первые номера сборной России. В секторах и на беговых дорожках Кубка – Олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Всего участие в Кубке страны принимает 300 спортсменов. В сборную Краснодарского края на турнире представляют 35 человек. Для многих из них это первый старт летнего сезона. Промежуточные результаты выше среднего. Тренеры довольны. Задачу побить рекорды легкоатлетам пока не ставили. Сезон у нас очень длинный. Чемпионат мира в конце сентября, в начале октября. Поэтому ни руководство сборной, ни команды, ни сами спортсмены с личными тренерами не планировали выход в высокие результаты в мае месяце. С июля уже мемориал братьев Знаменских. Уже там нужно начинать показывать высокие результаты. В конце июля чемпионат России в Чебоксарах. Потом вернемся опять к вам в сентябре на командный чемпионат России. Надеемся, будет больше допусков у нас. В Сочи сборная по легкой атлетике проводит больше времени, чем дома. Здесь у спортсменов сборы с октября по май. Климат идет на пользу, поэтому нынешний турнир, который спортсмены назвали отправной точкой, в любом случае будет показательным. И в том числе покажет, кто поедет на чемпионат мира. Среди претендентов лидер сегодняшнего дня, лучший в метании диска на чемпионате России в 2018 году, Алексей Худяков. Сегодня в своей последней попытке он отправил снаряд на 64 метра и 96 сантиметров. Но этого оказалось недостаточно. Мне надо все равно показать норматив 65 метров на чемпионат мира. А у меня всего лишь 64,96-4 сантиметра не хватает. Вот мне нужно сейчас буду на всех стартах, которые есть, буду выступать. И хочу показать этот норматив, чтобы готовиться к чемпионату мира. Второй результат первого дня соревнований в мужском метании диска у Николая Сидюка. Третье место занял Виктор Бутенко. Подведены сегодня итоги и среди женщин в метании молота. Золото у Елизаветы Царевой. Она метнула молот на 71 метр. Немного не дотянула до 70-ти Софья Палкина. Основные итоги Кубка России подведут уже 29 мая. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok